Мобильная студия с Данилом Москаленко продолжает свою работу. У него очередной интересный гость, а именно Павел Коктышев, заместитель председателя холдинга «Зерде». Спасибо, Эгерим. Сейчас в мобильной студии «Атомикен Бизнес Ченнел» Павел Коктышев, зампредседателя правления инфокоммуникационного холдинга «Зерде». Я бы вас сразу хотел спросить о том, насколько для вас продуктивен этот форум. Ну и поскольку ваш холдинг, я так понимаю, напрямую относится, отвечает за цифровизацию, мне хочется понять, как вы будете все, что сегодня здесь состоялось, все эти диалоги, имплементировать свою работу. Ну, я бы сказал, это визитки только в одном кармане. Да, то есть, очень много контактов, и действительно, я новый в этой должности, и я очень рад, что приобщен к такому большому проекту. В частности, внутри я отвечаю за продвижение такого проекта, как Asana Hub. Сегодня целая сессия была посвящена по факту этому направлению, развитию стартап-экосистемы. Это выросло за пределы, может быть, первоначальной идеи площадки на Экспо до довольно большого комплекса мер по поддержке стартапов. Что вы имеете в виду? Это интересно. В смысле, это теперь не будет что-то в рамках… Нет, однозначно это будет. Имеется в виду территория Экспо, она будет в себя вмещать много инициатив, и МФЦА, как вы знаете, и Международный технопарк IT-проектов, который именуется Asana Hub. То есть, это будет точка притяжения. Но мы верим, что талантливые люди по всей территории Казахстана находятся во всем регионе, там, Центральной Азии и так далее. И мы имеем все шансы, как Астана, так и Алмата, быть центром притяжения. Сегодня город Астана растущий, прекрасный университет, Назарбаев университет. Но одна задача, да, это масштабировать, масштабировать, масштабировать. То есть, скорости, в которой развивается, да, экспоненциальный глобальный мир, нельзя отставать, очень быстро нужно. Ну, сегодня наш пример сказал, что мы вроде бы как запрыгнули в этот поезд, уходящий в последний вагон и вместе со всеми коллегами поездом. А теперь внутри, между тамбурами проходим вперед. Это точно, да. С некоторых пор мы даже лидеры по уровню цифровизации госуслуг, как сегодня также прозвучало. Например, это данные ООН. Но мне интересно у вас, как у большого эксперта, спросить, собственно, о проблемах, которые нам надо решить в данный момент. И вы сейчас, собственно, на новом посту, и вы пришли именно с такой структурой, которая занималась стартапами в основном. Что вы здесь скажете? Ну, фундаментальные проблемы по-прежнему есть. То есть наша финансовая система, она консервативна. И она, да, обращает внимание на малый и средний бизнес, но высокорисковые IT-проекты с высоким потенциалом роста, при этом с высоким риском, естественно, она не покрывает эта финансовая система. Мы должны добавлять элементы, такие как поддержка бизнес-ангелов, краудфандинговых площадок, венчурных фондов. Это должна быть целая экосистема для поддержки. И наша задача, да, то есть, будучи институтом развития, помогать, ну, на системном уровне это поставить. Потому что, да, сегодня конкуренция юрисдикции, да, налоговых преференций не только в рамках Евразийского союза, но и гораздо шире. И сегодня, наверное, низкими налогами не удивишь. Но мы должны это сделать очень быстро. Мы уже нашли понимание с министерствами профильными. Идем дальше, да, то есть, имплементация этих вещей, отработки, да, то есть, потенциального воздействия. К чему мы после этого придем, да, сколько ценностей мы создадим на рынке, да, сколько новых стартапов появится. На фоне этого венчурные инвестиции – это недоисследованный рынок. Он, мы не обладаем четкими цифрами, сколько фондов, сколько денег оборачивается в этой сфере. По моим личным подсчетам, да, там, подсчетам бизнес-фуба Трамос, прошлый год было порядка 20 миллионов долларов, точнее, 2016 год, 20 миллионов долларов инвестиций частных, да, в стартапы. Сложно, ну, то есть, это довольно дорогостоящий процесс оценивать это. И я думаю, сегодня в новой форме, через, вот, инструмент ЗЕРДЕ, да, мы будем это изучать, на постоянной сумме мониторить. Мы будем давать базовые льготы и смотреть, что мы еще можем сделать. Вы знаете, я бы хотел вас спросить еще по поводу, все-таки, кто, на ваш взгляд, должен больше уделять внимание вопросам цифровизации? Чьими руками это надо делать? Государство должно делать или больше частный сектор подключаться здесь и более активное действие должно? Я сам из частного сектора, я понимаю, что, о чем вы спрашиваете, то, что мы до данного момента делали, это, мне кажется, классика и правильное определение государственного участия. Это создание фреймворка, это создание повестки, это создание, ну, повестки, да, на развитие. Собственно, мы это сейчас и делаем. Дальше, да, дальше больше. Мы знаем, что есть некоторые правительства, такие как Сингапур, да, которые имеют очень много таких сложносоставных программ. Да, допустим, есть программа поддержки R&D-центров в Сингапуре. В свое время они нацеливались привлечь центры разработки американских крупных технологических корпораций. Так вот, топ-менеджменту этих крупных американских корпораций, они оплачивали перелеты в бизнес-классе от американских городов до Сингапура и обратно, проживание. Ну, вроде бы, да, мы думаем, а зачем крупные корпорации такие плюшки, да, в виде, там, перелетов бесплатных. Но, когда вы работаете в корпоративной структуре, вы всегда знаете, что стоит согласовать поездку, да, там, командировки и так далее. И тут они убрали этот процесс. Они стали чаще приглашать компании, они стали чаще их вовлекать. И отсюда появился тот бум, да, корпоративных офисов, которые американские компании в итоге открыли в Сингапуре на целый азиатский регион. Если можно, последний мой вопрос, он все-таки будет касаться, так скажем, реального гражданина. Вот в ближайшее время, как вы думаете, какой продукт цифровизации, цифровой продукт нам стоит ожидать, ну, буквально, может быть, в течение этого года? В целом? В целом. Ну, я думаю, тема с транспортом должна прям вот радикально улучшиться. Да, лично я жду, да, там, такого удобного решения, которое бы, наверное, все инструменты и такси, и автобусы, я не знаю, и какие-то шаттлбасы... Есть такие стартапы? Есть, имею в виду, но пока это нет того масштаба, чтобы я сейчас вышел отсюда и сразу мог уехать, да, дешево, комфортно и безопасно. Ну что, спасибо большое. Это был Павел Коктышев, зампредседателя правления инфокоммуникационного холдинга «Зерде». Мы заканчиваем вещание. Айгерим, вам слово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА